День освобождения Донбасса – одна из памятных и священных дат для Донецкой Народной Республики. В школах проходят уроки мужества и патриотизма, звучат слова благодарности освободителям Донбасса. Так, 5 сентября в преддверии праздника в центре Донецка состоялось возложение цветов и чествование ветеранов Великой Отечественной войны. Неторопливо, с улыбкой на лице, звенями, далями и орденами идут они. Те, кому мы обязаны жизнью. Ветераны Великой Отечественной войны принимают цветы и слова безграничной благодарности. Школьники с восхищением смотрят на настоящих героев того времени. Для них всегда почет, народная любовь и уважение, и тому есть причина. 76 лет назад советские войска одержали значимую для Донбасса победу. Такое внимание к себе они, без преувеличения, заслужили. В начале осени 1941 года за Донбасс разгорелись ожесточенные бои. Стремление гитлеровцев захватить Сталина объяснилось высочайшим промышленным потенциалом данного района. Несмотря на отчаянное сопротивление советских войск, 20 октября 1941 года немецкие и итальянские войска вошли в город. Началась оккупация Донбасса, растянувшаяся на долгие 700 дней. Активно начали действовать советские подпольщики и партизанские отряды. В ответ гитлеровцы проводили массовые казни мирного населения. Шурф шахты номер 4-4 Бис Сталина превратился в огромную братскую могилу. За время оккупации туда были сброшены от 75 до 100 тысяч человек, как живьем, так и расстрелянных. Из всех жертв удалось опознать не более 150 человек. Несмотря на жесточайшие репрессии, покорить жителей Донбасса нацистам так и не удалось. 13 августа 1943 года советская группировка войск, насчитывавшая более миллиона солдат и офицеров, 21 тысячу орудий, 1257 танков и 1400 самолетов, начала наступательную операцию. 28 августа начался штурм Саурумагилы, вершины, имеющей в Донбассе стратегическое значение. Сражение продолжалось трое суток и было особенно ожесточенным. Утром 31 августа бойцы 96-й гвардейской дивизии окончательно сбросили противника с вершины, приступив к преследованию отступающих гитлеровцев. То, что немцы не могли забрать с собой, они уничтожали, применяя тактику выжженной земли. 7 сентября 1943 года развернулись бои за столицу Донбасса. Утром 8 сентября в город со стороны Рудченкова ворвались подразделения 50-й стрелковой дивизии полковника Владычанского. В освобождении также участвовали бойцы 301-й и 230-й стрелковых дивизий и партизаны. К исходу первой половины дня Сталина полностью оказалась под контролем советских войск. Впоследствии именно 8 сентября стали отмечать как день освобождения Донбасса. В Сталина к моменту оккупации гитлеровцами находилось около 400 тысяч человек. Освобождения дождались всего около 175 тысяч. Советских солдат встречали руины жилых домов и предприятий, разрушенные и полузатопленные шахты, многие из которых таили в себе тела жертв нацистского террора. Но уничтожить Донбасс нацистам так и не удалось. Уже к началу 1945 года три четверти шахт возобновили добычу, заработали крупнейшие предприятия региона. Знания о событиях прошлого постепенно перерастают в мудрость, которая станет фундаментом счастливого будущего Донецкой Народной Республики. Дети Донбасса с раннего возраста гордятся своей родиной, а примером для них является героическое прошлое их дедов и прадедов, а также подвиги их земляков в суровое военное время. Война, которую переживает Донецкая и Луганская Народные Республики, заставила наш народ по-новому взглянуть на эту дату. День освобождения Донбасса сегодня – это не только возможность вспомнить героические страницы прошлого, но и источник надежды и мужества для сегодняшних освободителей Донбасса. 8 сентября для жителей Республики символическая дата. Народ, который сумел победить в прошлом, обязательно сумеет повторить этот подвиг в будущем. Александр Мартынюк, Евгений Полянский, Новороссия ТВ.